Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион» в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Для милых дам Анапа поздравила прекрасную половину своих жителей с международным женским днем. Время пахать и сеять. На Анапских полях ведутся подготовительные весенние полевые работы. Задача – собрать в этом году средний урожай 54 центнера с гектара. Ветром занесло. Более 30 участников выступили в Анапе на муниципальном этапе краевого фестиваля конкурса «Свежий ветер». В начале недели на планерном совещании перед руководителями различных служб и ведомств была поставлена задача провести субботники на закрепленных и прилегающих к производственным и жилым объектам территориях по благоустройству и наведению санитарного порядка. Согласно постановлению, необходимо привести в порядок прибордюрные части дорог, газоны, тротуары, зеленые зоны, рынки, места торговли, вокзалы, памятники. Весь город после зимней спячки должен вновь быть идеально чистым. До массового приезда гостей со всей страны осталось не так уж много времени. Первыми урок чистоты преподали студенты анапских вузов. Вооружившись пакетами для мусора и перчатками, ребята отправились убирать самую большую территорию – поле за третьим микрорайоном. Там из-за сильных ветров за зиму накопилось очень много мусора. Мешки экодесантники заполняли в считанные минуты. Под теплыми лучами солнца, на свежем воздухе, да в хорошей компании за общественно полезным занятием время пролетело незаметно, но стало заметно чище. Администрация города призывает всех анапчан и трудовые коллективы поддержать санитарную акцию. Я обращаюсь ко всем руководителям города-курорта Анапа принять активное участие в месячнике по санитарному состоянию для очистки территорий города-курорт Анапа, чтобы город наш стал еще лучше, еще кращей, еще привлекательной. С наступлением теплой погоды в разных частях города начались работы и по благоустройству прилегающих территорий. Так у анапского филиала Сочинского государственного университета появилась новенькая остановка. Площадку внутри павильона и вокруг него, а также частично тротуар, специалисты Анапа по благоустройству залили бетоном. И даже половину центрального прохода к университету. Руководство вуза и студенты очень благодарны властям города за проявленную заботу. На 100-метровке около Магнита по улице Чехова тоже идут ремонтно-восстановительные работы. Специалисты перекладывают местами просевшую тротуарную плитку, испорченную и сломанную заменяют новой. Успеть навести порядок необходимо в течение марта, поскольку первая крупная группа туристов, по мнению специалистов, появится уже в апреле. Управление сельского хозяйства администрации города-курорта проводит постоянный мониторинг цен на стационарных рынках города и ярмарках-привозах. Прогноз скептиков, что из-за угрозы африканской чумы свиней поднимутся цены на мясо, не оправдался. Сегодня в Анапе можно купить свинину по 145 рублей за килограмм. И не только в предпраздничный день. Особо хотелось бы отметить работу по ценообразованию на мясо свинины. У нас опустилась цена со 170 рублей до 145 рублей. Сегодня в любой ярмарочный день вы можете прийти и приобрести мясо свинины за 145 рублей. На рынке Николаевском, станице Анапской, таким ценообразованием жители довольны. И накануне 8 марта хозяюшки спешат купить свежее мясо для блюд праздничного стола. Конечно, хорошее. Это цена хорошая, ничего не скажешь. Свинину беру здесь, говядину где-то там, а свинина хорошая беру здесь. Конечно, кто много зарабатывает, тот может и в другом магазине купить, в дорогом. Ну а нам здесь хорошо. Ярмарки привоза будут работать и в праздничный день 8 марта. Более того, на главной ярмарке в районе Восточного рынка пройдет бесплатная лотерея, приняв участие в которой можно будет выиграть призы к праздничному столу от анапских сельхозпроизводителей. Розыгрышные билеты будут раздаваться с 10 утра. Сам розыгрыш состоится в 10.30. Также в рамках ярмарки ожидается выступление народного ансамбля. В этом году погодные условия складываются благоприятно для полевых работ. Ощутимых холодов и продолжительных заморозков не было. Но в то же время тепло торопит виноградарей завершить работы, пока не проснулась виноградная лоза. А полеводам необходимо завершить подкормку азимых азотными удобрениями. Руководство города ставит задачу всем аграриям ускорить темпы и провести весенние полевые работы в кратчайшие сроки. На анапских полях побывала наша съемочная группа. Мы начали проводить уже подкормку азимого клина. И на сегодняшний момент подкормлено 65% от посевных площадей азимой пшеницы. Ряд предприятий предусмотрели в плане мероприятий еще и проведение повторной подкормки, которая будет проводиться в конце марта месяца для того, чтобы получить уже более качественный урожай. То есть работаем на качество. Повсеместно проводится заделка той влаги, которая осталась в почве после зимы, что крайне важно в наших климатических условиях. Проводятся и другие работы. Из запланированных 400 гектаров в целом на анапских полях на сегодня произведен посев ярового ячменя на площади 350 гектаров. ООО России, чьи поля находятся под джигинкой, торопится посеять горох с овцом. За горами апрель месяц, когда начнется сев основных культур яровых, это подсолнечник, кукуруза. Под эти культуры у нас в общей сложности запланировано порядка 6500 гектаров. То есть объем приличный. Все полевые работы мы должны будем, согласно тех рабочих планам, которые наметили хозяйство, практически закончить до начала мая месяца. Заканчивается обрезка винограда на всей площади виноградников, которая на сегодня составляет на всей территории города-курорта 3500 гектаров. Полный комплекс работ произведен более чем на 2000 гектаров. Полностью, а это 120 гектаров, обрезку закончили виноградарей общества России. В основном заканчиваем обрезку винограда. Больше половины мы подвязали. Как видите, все участки в основном мы выгребли лозу. В общем, обрезка идет к концу. Если погода не подвезет, земледельцы рассчитывают в этом году собрать высокий урожай. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. 24 марта жители Анапы будут выбирать главу города-курорта. Кандидат на пост мэра Сергей Сергеев встретился с жителями станицы Гостогаевской. Встреча прошла с педагогами детского сада и детской школы искусств. В ходе встречи сельчане задавали кандидату вопросы, касающиеся благоустройства станицы и развития курорта. Своё выступление Сергей Сергеев начал с таких слов. Я полностью уверен в том, что моя биография и большой опыт прежней работы позволят мне успешно справиться с обязанностями главы города-курорта. Система управления, конечно, потребует изменений. Это будет касаться не только кадровой работы, это будет касаться в целом взаимоотношений между властью и населением. Это обязательно. Сегодня есть недоработки у власти, есть оторванность от проблем, теми, которыми живут люди. То есть присутствует и полностью кабинетный стиль работы и так далее, и так далее. Но в то же время есть потенциал. Моя задача – дать возможность однократно, дать возможность людям развернуться к населению лицом. Свои требования к работе он считает простыми. Чётко исполнять свои служебные обязанности, работать на упреждении ситуации, опираться на мнение местных жителей. И главное – не искать причин неисполнения, а думать, как исполнить. Никогда не уйду с работы, если решается какой-то вопрос, и мне нужен конечный результат, я не буду по телефону вас спрашивать. Я буду вместе с людьми делать то, что положено. Проблемы самой Гостогаевской Сергею Павловичу известны, поскольку он уже не раз был в сельском округе и общался с его жителями. Необходима и газификация, и освещение, и канализование. Сергеев уверен – поэтапно можно решить любую проблему. Главное – желание. А оно у него есть. Ещё один наболевший вопрос, который прозвучал от станичников – это программы по обеспечению жильём. У меня есть опыт, программа по той территории работает по обеспечению жильём врачей и учителей. Она нигде в крае, её ещё нет. Я хочу её в Анапе тоже принять. Чтобы вывести вас из общей очереди. Для большой станицы необходимо внутреннее транспортное снабжение. Эту тему надо изучить детально и такой маршрут вести с построением автобусных остановок, отметил Сергеев. После окончания встречи гостогаевцы делились впечатлениями. Мы довольны встречей с кандидатом. И будем очень рады, если он будет решать вопросы. И не затягивать какие-то давно вопросы, которые не решались. Ну и пусть человек работает, посмотрим по результатам. Светлана Айлова, Алексей Мухортов, Анна Парегио. Другие кандидаты на должность главы города информации о ходе своих предвыборных встреч не предоставили. Международный женский день 8 марта отмечается в нашей стране уже 100 лет и является для всех символом весны, красоты и любви. Сегодня в городском театре Анапы прошел праздничный концерт, на котором представительниц прекрасного пола поздравили с наступающим праздником. Наша съемочная группа побывала на торжественном мероприятии. Наши женщины принимают активное участие в жизни общества, добиваясь профессиональных успехов в разных сферах деятельности. Особый почет и признание выразили нашим героическим, нестареющим душой женщинам-ветеранам. Подвигами на фронте и в тылу они прославили свое имя в веках. Галина Булатова, ветеран войны, исполнила песню. Концертная программа была довольно разнообразна. Специально для прекрасных дам выступил ансамбль джазовой музыки. Империя танца поразилась своими номерами. Смешил зал Василий Черепанов. Исполнил песни певец Владимир Богачев. И многие другие коллективы сегодня радовали анапчанок. Словами искренней теплоты и признательности поздравляли со сцены женщин. Сегодня им дарили только улыбки. Желаю быть царицей мира, быть самой умной и красивой. И чтобы в жизни все случалось вот только так, как хочется тебе. Я желаю в этот весенний мирный женский день женщинам семейного благополучия, духовной красоты, терпения, мудрости, любви и безграничного счастья. Поздравляя женщин с весенним праздником, им желали прежде всего здоровья, счастья, благополучия, удача во всех делах, улыбок, цветов и радости. Но, как признались мужчины, какими бы теплыми и душевными поздравления не были в этот день, их все равно слишком мало, чтобы выразить всю любовь и восхищение к ее величеству женщине. Алина Гумерова, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион. Также женщин Анапы поздравили и дети. В преддверии Международного женского дня ученики седьмой школы организовали необычную акцию. Школьники вышли на улицы микрорайона 3А поздравлять женщин с наступающим праздником, даря каждой веточку мимозы и хорошее настроение. Уважаемые бабушки, мамы, тети, сестры, все остальные женщины, поздравляем вас с великим праздником, 8 марта. Желаю вам всего наилучшего в жизни, здоровья и счастья. На всю жизнь вам хорошего настроения, уважаемые женщины. Ребята решили провести эту акцию, чтобы уделить каждой женщине внимание и поднять настроение перед праздником. И, судя по восторженным лицам анапчанок, им это удалось. В Анапе проходит муниципальный этап Краевого фестиваля конкурса современного молодежного творчества «Свежий ветер». Перед началом фестиваля в Каминном зале Центра культуры Родина состоялась пресс-конференция, в которую приняли участие активисты молодежных движений и сами участники фестиваля. В ведущей конференции руководитель проекта Краевой молодежный марафон «Кубань. Будь в движении» Владимир Иванов рассказал о целях и задачах фестиваля. Чем бы ни увлекались молодые люди хард-роком, брейк-дансом, рэпом, они должны помнить, что именно они пишут сегодня историю страны. Быть патриотом – это значит маленькими делами каждый день улучшать свою жизнь, и в том числе. Я уже в этой истории. Не думайте, что кто-то ее пишет за вас, кто-то ее создает. Это вы сегодня делаете здесь, на этой земле. Каждый день меняю ее к лучшему. С чего начинается Родина? Что такое чувство патриотизма, долг перед Родиной, совместимы ли вера в Бога и принадлежность к субкультуре? Об этом и многом другом говорилось на этой встрече. После пресс-конференции состоялся сам концерт, в котором впервые за годы проведения мероприятий в Анапе представители сразу четырех направлений современного творчества выступили в один день. На фестивале «Свежий ветер» побывала наш корреспондент Алина Гумерова. В этом году организации проведения фестиваля были возложены на молодежный центр «21 век». Более 30 участников конкурсного смотра и более 150 зрителей собрались в Центре культуры Родина, чтобы насладиться редким для Анапы мероприятием, в котором молодежь города может выступить в современных направлениях творчества. Отборочный этап проводился по четырем категориям – рэп-соло, рэп-группа, хард-рок и лайт-рок. Всего выступило 17 исполнителей и коллективов. Кто лучше всего покажется, тот поедет на краевый этап и там уже будут бороться за места, за призы, я думаю, вот какие-то. Из жюри сегодня представители, скажем так, молодежной политики Анапы, культуры и краевые службы, которые понимают, знают и оценят ребята. Победители конкурса «Морской узел» Наталья Лисовская и Раиса Глазкова приехали поддержать конкурсантов и исполнили песню, специально посвященную этому конкурсу под названием «Свежий ветер». Если кто-то не займет какого-то призывного места, на этом не опускать руки ни в коем случае, потому что это может быть для кого-то первый раз, для кого-то второй раз. Ни в коем случае нельзя опускать руки. Нужно идти дальше, нужно писать, нужно выступать как можно больше. Многие из ребят участвовали в фестивале первый раз. Наиболее ярким выступлением отличились пятеро парней из рок-группы «Мирный день» и рэп-исполнитель Нарик Оревян. Они набрали большее количество баллов и будут приглашены на зональный и итоговый краевой фестиваль. Исполнители уверены, что «Свежий ветер» – хороший старт для их будущего творчества. Фестиваль дает нам закалку, репетицию какую-то, показать свои таланты народу, людям, узнать что-то большее, услышать свои минусы. Исполнителям дает опыт выступлением, посоревноваться с другими вживую, а зрителям показать, что можно чем-то заниматься, не только, допустим, пить, курить и прочие плохие вещи делать. Побалуют ли погода весенним теплом 8 марта? Узнаем через несколько секунд. Далее прогноз погоды на завтрашний день, а также блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь до понедельника. Удачных выходных и всего доброго! Погода в международный женский день побалует прекрасную половину человечества солнышком и теплом. Температура воздуха днем 9-11 градусов выше нуля, ночью до плюс 8. Ветер южный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 4 градуса тепла. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувства прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются, подарки остаются.